Мы с вами поговорим о прочем интересном летнем годе. О каком вы сейчас сами скажете. Отгадал загадку. Итак, послушайте загадку. Тает снежок, ушел лужок, день пребывает. Когда это бывает? Весной. Весной, действительно. Это время года весна. Это самое замечательное, самое красивое время года. Об этом времени года поэты говорят, что это утро природа. Утро года. Почему? Потому что в это время природа просыпается ото сна. Пробуждаются цветочки, деревья, насекомые, птицы. Скажите, пожалуйста, мы весну ждем? Да. Ждем очень? Да. Очень. А когда люди чего-то ждут, говорят? Долгожданная. Мы долго ее ждали. Всю длинную зиму. Долгожданная весна. Правильно? Правильно. Ну, как вы видите, она может быть сюрпризом. Как сегодня. Ведь уже по-настоящему была на улице весна. Правда? Да. Вы заметили? Да. Вы сейчас назовете мне признак, примет весны. Ну, а сегодня вот такой вот сюрприз нам природа преподнесла. О чем это говорит? Это говорит о том, что зима хочет отдавать свои владения. Да. Или нет? Нет. Нет. Нет, она хочет еще царствовать. Правильно вы? Да. А весна хочет себе, хочет она областвовать, царствовать природой. И вот такое вот противогонство не бывает главным. В свое время зима главная. Приходит время весны, весна главная. И так далее. Все четыре времени года. Ребятки, наше мероприятие я назвала так. К нам весна шагает быстрыми шагами. А какие же приметы весны... А какие же приметы весны мы с вами уже успели заметить? Ну, как то вспомнил. Какие приметы весны? На деревьях появляются почки. И еще птички прилетают с йогой. Солнышко смеет. Солнышко ячье светит. Солнышко превратили. Молодцы. Мастерковые проснутся. Телевки. Баба летает. Уже еще пока не летает, но просыпаются. Скоро проснутся. Ну, конечно, придется задержаться. Поскольку отдать выпало. Все эти приметы вы назвали правильно. А теперь, скажите еще немножко. Дни становятся длиннее или короче по сравнению с ним? Дни становятся длиннее, а ночи? Короче. Так, скажите, пожалуйста, из-под снега вы вот сказали цветочки. Все сразу цветочки появляются? Какие вот? Только снег тает. Молодцы, подснежники, и пролиски у нас еще есть. Да, чуть-чуть кустки, золотушки, ну не знаю, какие это цветочки в народе у вас называют так. У нас, когда мы ездили на машине к бабушке, мы увидели белые цветы синенькие. Это пролиски, да? Нет. Ну, у нас в народе иногда называют пролиски и подснежники. Ну, запуски, а не золотые. Желтые. Ну, это как-то в народе вы их называете. Пока еще они не появились. Ребята, давайте назовем месяц, их три месяца, весенние месяцы. Какие? Не забывайте, помните, что это весенние месяцы. Ребята, а у нас ведь обо всех этих приметах есть песня. Песня ведь у нас так и называется. Тайный снег. Стали на ножки. Стали на ножки. Чш-чш. 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 Прилетели словушки, сели чистенькие пёрышки. Прилетели словушки, сели чистенькие пёрышки. Я пойду в сенец сад, а салушки свистят. Пишни распускаются, пчёлки просыпаются. Ребята, а вы знаете, что в народе издавна три месяца по-другому называются? Да и сейчас еще мы вспоминаем, какое раньше было название. Месяц вам называют протальник. Протальник. От слова протальник. Кто знает, что такое протальник? Это ранний весной. Ранний, ранний. Ранний весной. Место, где уже сошел снег и где появились пострюки. Земли называется протальник. Вот от этого и получило название месяца марта. Как? Какое это название? Протальник. Протальник. Хорошо. Апрель в народе назвали летоплом. Или по-другому снегозгон. Подумайте, почему? Летоплод. 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 Потому что в апреле на реках что делает? Ломается? Летоплод. Или сгоняется в ручейки снег. Поэтому такое название. Снегозгон. Сгоняется с холма в снег. Правильно, в реке? Да. А май называется цвете. Как думаете, почему? Потому что цветы растут. А потом из этих цветочков появляются плоды. Я. Плоды. А из них выпускаются листочки. А рядышком почечки распускаются и из них появляются листочки. Молодец. Например, яблочко, груша. Правильно. Ребята, весной всем хочется говорить только ласковое слово. Правда? Весна сама об этом говорит. Давайте мы с вами поиграем. Ставьте на ножки. Давайте сделаем урок. Садимся. 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 И опустим ручки. Игра называется... Согоняйтесь. Игра называется... Ласковое слово. Я буду называть слово, а вы тут же его сразу перестраиваете в ласковую форму. Называйте его ласково. Итак. Снег. Ласковое. Снежок. Снежок. Лист. Снежок. Хорошо. Туча. Тучишка. Тучка лучше. Тучка. Так. Светок. Ласковое. 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 Цветок. Тучи. 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 Ты молодец. Ты цветок назвал, Ромашка. Ласковое. Просто скажи. Я говорю цветок. Цветок. Это обычная форма. А ты ласковое. Что скажи? Цветочек, умница. Так. Солнце. Солнышко. Скворец. Умничка. Так. Птица. Птичка. Прекрасно. Так. К кому я ищу? Трава. Трава. Трава зеленеет. Солнышко блестит. Прекрасно. Я ищу. Так. Ну, достаточно. А давайте еще в игру такую. Я сейчас... Никуда не уходите. Я сейчас говорю вам слово весна. А вы признаки весны. Какая весна? Это называется ее признаки. Какая? Итак, весна какая? Белая. Какая весна? Тихо. Придумывайте, кто еще никому мячик не достался еще. Давай, какая весна? Знаешь уже, да? Какое слово придумываешь? Светлая. Какая? Светлая. Ты говоришь, весна какая? Еще одно слово. Весна. Весна какая? Какая весна? Светлая весна. Весна какая? Красная весна. Больше говорят не красная весна, а что красное? Что красное? Ягра. Солнышко красное. Весна какая еще? Солнышко зортое. Если мы ее долго ждем, какая весна? Светлая весна. Долго. Кто-то правильно сказал. Долго. Какая сказала? Зеленая. Еще. Попая весна. Если лучики с утра пляжут на окошке, значит, кончилась зима, проживаясь в крошке. Значит, кончилась зима, проживаясь в крошке. Танец, садики, снежок, морые дорожки. Выходи, гуляй, дружок, надевай с окошки. Выходи, гуляй, дружок, надевай с окошки. На березные коротки, дети, мы сидим. Все сейчас за ручки, с окошку навстречу. Все сейчас за ручки, с окошку навстречу. Все сейчас за ручки, с окошкой, с окошкой, с окошкой, с окошкой. Все сейчас за ручки, с окошкой, с окошкой. Деньги, они закатанели. Это ручки, с окошкой, с окошкой. Деньги, сейчас засыпаем заготовку, а вы попробуйте ее окатать. Ставит снежок, ставит ледок, бежит проворный ручеек. Правильно, это весна. Бежит проворный ручеек. Помните, я вам предлагаю поиграть в игру ручеек. Ну, ручеек будет интересно так течь. Вот это вот что такое у нас? Ручейки. Что это? Ручейки. Стрелочки. Стрелочки, Лена. Ручеек у нас будет течь по стрелочкам. Пока я раскладываю стрелочки, все берутся за ручки и идут... Содинились, да? Да. Вот, пока что только соединитесь. За руки держитесь. Стрелочки. И куда поведет вас ручье? Сори! 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 Останавливайся. Останавливайся. Посмотрите, ручейок вас вывел вот сюда. Море! Ребята, скажите, пожалуйста, если... Нет, вот так. Без чего не могут таять снега? Без чего? Без солнца. Без солнечка. То есть, если слабо светит солнышко, то снег долго тает. И ручейки такие длительные, да? А если у нас активно, ярко светит солнышко, то и снег тает быстро. У нас тут стады стоят. Сейчас мы с вами. Смотрите, что будем делать. Смотрите, что будем делать.